Здравствуйте, мои хорошие! Давайте сегодня приготовим очень вкусный, ароматный штолен. Готовится он очень просто, и посмотрите, какой он нежный. Давайте скорее готовить! Для штолена понадобится творог, мука, разрыхлитель, масло сливочное, сахар, изюм, цукаты, миндаль, кардамон, мускатный орех, ром, но у меня коньяк, соль, яйца. За два часа до приготовления штолена нужно замочить промытый изюм и цукаты. Наливаем стакан воды и ром. У меня коньяк. Оставляем на два часа, чтобы цукаты и изюм впитали все ароматы коньяка. Делаем тесто для штолена. Берем сливочное масло комнатной температуры, кладем в емкость. Добавляем сахар, соль и растираем все вилочкой. Добавляем творог. И так же все растираем. Тесто делается очень легко. Миксер для этого не нужен. Достаточно одной вилки. Добавляем яйца. Перемешиваем. Добавляем второе. Так же перемешиваем. В муку добавляем разрыхлитель. Перемешиваем. Муку с разрыхлителем. Добавляем в миску. Все хорошо перемешиваем. Добавляем специи. Кардамон и мускатный орех. Добавляем цукаты и изюм. Перемешиваем. Берем орехи. Рубим орехи ножом. Можно это сделать ножом. Можно это сделать в измельчителе. Будет гораздо быстрее. Измельченный миндаль добавляем в тесто. Хорошо все перемешиваем. Должно получиться вот такое тесто. Посыпаем пергамент мукой. Переложили тесто на пергаментную бумагу. И придаем красивую форму Штолину. Разравниваем тесто. Берем коллофан. И разравниваем тесто. Придали тесто форму квадрата. Убираем пакет. И сворачиваем тесто. Одну сторону один раз подгибаем. А другую сторону два раза подгибаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пока он горячий, берем растопленное сливочное масло, кисточку и смазываем хорошо штолен. Делаем вкусную помадку. Берем сахарную пудру и посыпаем сверху наш штолен. Продолжение следует... Проделываем так несколько раз, раза 3-4. Опять берем растопленное сливочное масло. Растопленное... Берем сахарную пудру и опять посыпаем штолен. И еще раз проходим так же, как и в первый раз. Растопленное сливочное масло. Так и продолжайте смазывать штолен сливочным маслом. И последний слой сахарная пудра. Обильно посыпаем. Обильно посыпаем сахарной пудрой. Продолжение следует... Как штолен остынет, убираем штолен в пакет и в прохладное место. Можно в холодильник, можно на балкон. На выдержку, чтобы все специи раскрылись, отдали все свои ароматы штолену, и он стал ещё вкуснее. Готовьте очень вкусный штолен и будьте здоровы!